Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сладкие подарки порадуют российских солдат. В канун светлого праздника Пасхи вместе с гуманитарным грузом Карачаево-Черкесия отправила военнослужащим Куличи. Его единогласно избрали и утвердили на заседании общественной палаты. Михаил Котсба возглавил Совет ветеранов Карачаево-Черкесской республики. Он не только убил пожилых супругов в Черкесске, но и совершил кражу в их квартире полицейскими и выявлено еще одно преступление жителя Пятигорска. Мы строим мир. Ученики 11-й школы Черкеска представили концерт собравшимся в Государственной библиотеке имени Халима Бэра Муковаев. Сегодня 570 сладких куличей, приготовленных студентами колледжа индустрии питания, туризма и сервиса, отправились в Донбасс. Их доставят российским солдатам, участвующим в спецоперации на Украине в самый главный православный праздник – Пасху. С сладких подарков в репортаже Карчи Биджейба. 570 куличей к Пасхе. Их испекли 50 студентов со своими преподавателями колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Вместе со своими учителями они месили тесто, взвешивали его и раскладывали по формам, добавляя в каждую формочку частичку любви и добра. Для создания кулинарного искусства финансовую поддержку организовал депутат парламента Карачаевой Черкесии Муса Экзеков. Приготавливая эти куличи, чтобы отправить их на Донбасс, мы вложили желание и свою душу, чтобы они дошли как бы до каждого сердца людей, тех, которые там находятся сейчас. Переполняются эмоции, потому что наши ребята защищают всех, кто там находится. Так хочется, чтобы для тех людей, которых мы это делаем, наступило именно мирное небо, чтобы они могли сами дома это испечь и были довольны и счастливы. Думаю, что с большим удовольствием студенты выполняли эту операцию. Почему? Потому что они поддерживают наших воинов, которые сегодня находятся на Украине. Вместе с куличами региональное отделение «Единая Россия» передаст порядка 10 тонн питьевой воды солдатам, участвующим в спецоперации на территории Украины. Сам груз отправится в Ростовскую область, а после по каналам Министерства обороны Российской Федерации будет доставлен адресантом. Карачаева, Черкесия, наше региональное отделение неоднократно проводило подобные акции в поддержку наших военнослужащих. Отправляли письма, рисунки, открытки, питьевую воду, кофе, чай, кондитерские изделия. Уверен, что все это и куличи, празднику, который спекли студенты, скажут им о нашем внимании и поддержке. Республика уже отправила более 90 тонн груза и ценного груза, и эта работа будет продолжаться. Также военнослужащим передадут письма, собранные партией в рамках акции «Защитникам Отечества». В них содержатся пожелания и рисунки юных жителей республики с надеждой на то, что солдаты вернутся домой с победой, целыми и невредимыми. Карча Беджиев, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В общественной палате Карачаева, Черкесия прошел учредительный съезд Республиканского совета ветеранов труда, войны вооруженных сил и правоохранительных структур. В начале делегаты и руководители муниципальных отделений общественной организации определили порядок работы съезда на повестке три вопроса. Первое – обновление состава президиума. Второе – избрание нового председателя Республиканского совета ветеранов. И третье – принятие редакции устава общественной организации. Новый список участников президиума, как и изменения в сустав, был поддержан делегатами единогласно. В обновленный президиум, помимо представителей профильных организаций и объединений, также вошли депутаты Республиканского парламента и полномоченные лица от Министерства труда и социального развития Карачаева-Черкесии. На должность председателя совета, собравшийся, поддержали кандидатуру Мурадина Коцбе. Новоизбранный председатель, говоря о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, прежде всего отметил необходимость оперативно наладить работу центрального аппарата организаций. Проблемы ветеранов, тем более с нынешней обстановкой по пандемии, очень большие, оказывают всякую материальную помощь. Ну и у нас в Республике есть список, в Минюсте я получил очень много ветеранских организаций по организации. Я для себя большую задачу вижу, чтобы организовать работу, совместную работу организаций ветеранских совместно с нашим советом. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в Республике составило 45 733 человека, из них 44 403. Выздоровели 25 человек госпитализированы. В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела возбуждено следственным комитетом Карачаево-Черкесии об убийстве пожилых супругов в Черкесске в мае 2018 года сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике выявлен дополнительный факт противоправной деятельности подозреваемого. Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления 53-летний житель Пятигорска. Убийство мужчины и женщины произошло из-за ссоры между потерпевшей и матерью подозреваемого, которая проживала по соседству. Оперативники выяснили, что после совершения преступления подозреваемый похитил из квартиры потерпевших золотые изделия, денежные средства и два сотовых телефона. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина дал признательные показания и находится под стражей. Оперативники установили, что после совершения преступления подозреваемый из квартиры потерпевших похитил золотые изделия, денежные средства и два сотовых телефона. По данному факту следователям отдела МВД России по городу Черкесску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Мужчина дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5, в горах местами 0,5 градусов. Днем плюс 17, плюс 22. В горах местами плюс 9, плюс 14 градусов. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2, днем плюс 19, плюс 21 градусов. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Не консервируйте свое здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике 3Z. Это избавление от катаракты за один день. С индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Черкесск. Встречай. С 19 марта по 24 апреля. Выставка динозавров до нашей эры. ТРЦ Панорама. Улица Кавказская, 37. Категория 0+. Продолжаем выпуск. На одной сцене единство традиций разных народов. Во Дворце культуры региональной столицы прошел весенний концерт, участие в котором приняли государственный ансамбль танца Эльбруса и вокально-инструментальный коллектив Любава. За их совместным выступлением наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Даже если изначально этот концерт не планировался, его без сомнения надо было провести. На сцене Дворца культуры города Черкеска встретились два разноплановых коллектива, каждый из которых имеет помимо популярности у зрителей внушительный послужной список наград. Это у нас первое мероприятие подобное. Обычно мы выступаем сами, сольные концерты у нас проходят. А сейчас совместно у нас пройдет с Эльбрусом, с государственным ансамблем. То есть мы хотим как бы разбавить национальный колорит с казачьим колоритом, чтобы было интересно людям послушать и казачью песню, и посмотреть национальные танцы. Народы нашей республики должны видеть искусство своей коренной традиционной танцы. Поэтому мы решили в этот раз как-то поэкспериментировать, как бы так сказать. Поэтому будет, думаю, что хорошо, потому что партнера мы выбрали достойного. Получилось действительно интересно. Пришедшим в этот день во Дворец культуры ценителям искусства скучать точно не приходилось. И поклонники национальных танцев, и любители казачьих песен потом еще долго оставались под впечатлением от увиденного и услышанного. И мало кого в эти минуты интересовало, насколько тяжел на самом деле труд артистов. Насколько на практике, на тренировках трудно то, что зритель видит как легкость в танцах? Значит, работа физическая нелегкая. Для того, чтобы добиться на сцене вот этой легкости, непринужденности, очень идет за этим кропотливая работа. Казалось, что следовавшие друг за другом номера будут продолжаться бесконечно. Впрочем, в данном случае вряд ли кто из зрителей был бы против того, чтобы смотреть на эту красоту как можно дольше. К слову, в ближайших планах руководителей двух коллективов поставить и совместный номер, где одновременно можно будет наблюдать за оригинальным казачьим фольклором и неповторимыми зажигательными танцами кавказских народов. Артур Махцер, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Мы строим мир. Под таким названием в республиканской столице на базе Республиканской библиотеки имени Хальмат Байрамуковой состоялся концерт юных талантов из 11-й школы Черкеска. Подробности у Али Баташева. Мы, республика Карачаева, Черкесия, город Черкес, вместе мы строим мир. Цель фестиваля – формирование представлений о мире через культуру. На груди у каждого участника бейджик с тремя кружками, символизирующими любовь, красоту и знания. Белоозова считает, что любовь к культуре своего народа лучше выразить через красоту национального танца. Это помогает людям лучше понимать друг друга и создает пространство для дружбы и добрососедских отношений. Это же Международный день дружбы. Я полностью за дружбой. Хочу, чтобы в мире все дружили. Поэтому я и согласилась участвовать в этом фестивале. Я выступаю с национальным танцем. Мне кажется, надо продвигать культуру национальных танцев. Юлия Сорокомова исполнила русский народный танец. В программе фестиваля прозвучало много стихотворений. О войне и мире. А еще дети с удовольствием рисовали и пели. Песня Виктора Цоя «Кукушка», спетая хором под аккомпанемент гитары Аслана Махова и испытанная временем «Катюша», воодушевляли и объединяли зрителей и юных артистов. Выходила, песню заводила, Про зимного, слизавого рома, Про того, которого любила, Про дорогие письма верила. Мы сотрудничаем с библиотекой, с национальностью нашим постоянно. Проводим мероприятия, объясняем детям, что такое дружба, что такое верность, что такое преданность, что такое мир, чтобы мы дружили не только между собой, но еще и национальностями, странами, городами. А это международная эстафета. То есть празднуют Карачаево-Черкесия. Мы выступаем как центр образования Барнаул, Москва, Воронеж, Новгород. Мы сегодня передаем эстафету в другой город, город Воронеж. Дети разных народов России хотят жить в мире. Без фашизма и терроризма, в котором можно дружить и заниматься творчеством. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия. История с медвежонком, которого видели в Карачаевске, получила продолжение. Как оказалось, у Касалапова есть семья. Очевидцы в очередной раз зафиксировали медведицу с тремя медвежатами, гуляющими на Комсомольской горке. В связи с этим, с большим интересом к ситуации в целях предотвращения распространения недостоверной информации, администрация Карачаевска проведена проверка. Стало известно, что сотрудниками полиции предприняты меры по выдворению зверя обратно в лес. Фотография мертвого медведя, которым якобы является медвежонок, является фейком. Данный снимок был сделан в Ярославской области. Это «Все вести» прямо сейчас. Смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым.